Верим качество звука 1 2 3 десяточки вижу полетели добрый вечер из Алматы здравствуйте Евгений Десяточка отлично Казахстан добрый вечер всем привет из Сочи здравствуйте буквально несколько мгновений Алекс подключается к нам поэтому пожалуйста не тратим это драгоценное время сегодня очень интересные слайды и соответственно пожалуйста пригласите как можно больше партнеров потому что такой вебинар проходит раз в месяц так десятки есть все отлично так и вижу с нами в комнате уже есть еще один участник Алекс добрый вечер это вы как слышите плюсики 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 окей так ну что дорогие гости вижу позитивные всех оценочки вижу позитивно все настроения и сегодняшний вечер точно так же будет тоже позитивный Алекс здравствуйте здравствуйте друзья ну что все я на связи только что самолета ой-ой-ой-ой-ой я сегодня без камеры я сегодня не выгляжу презентабельно поэтому тоже почти на чемоданах почти на самолетах Алекс простите пожалуйста но сегодня все хорошо все хорошо я знаю Игорь сегодня вылетает тоже в офис Дубай так что все нормально скоро будем вещать из Дубая вместе и делать классные видеозаписи друзья я хочу сегодня посвятить этот вебинар про PLCU я хочу пройти еще раз по нашим слайдам они к сожалению сейчас пока на английском я думаю что до конца недели мы сейчас первым делом переведем их на русский и буквально завтра послезавтра я запишу этот вебинар уже профессионально студийно чтобы у каждого человека было такое первое видео когда вас спрашивают дайте больше информации дайте больше дайте больше мне информации о том о вашей монете вашей компании вашем создателя вашей системе о всем о всем о всем о чем о чем вообще идет речь то и вы будете давать ему этот видеоролик который сейчас я запишу просто так сейчас немножко на экспрессии буквально завтра послезавтра я запишу его именно профессионально и мы озвучим вам повезет потому что я буду говорить на русском вы услышите оригинальный звук а все остальные 14 языков на которых я к сожалению не говорю представляете себе я говорил на 14 языках того вы просто феерия вот и конечно как только я подготовлю сейчас все это на разных языках мы запустимся на разных языках так я сейчас коротко переключу экран одну секундочку сейчас секунду так все есть так все переключился и давайте начнем уже мы друзья впервые давайте проверим как слышно меня вообще как видно картинка есть нет потому что я так сразу начал а вдруг меня не видно не слышно и в конце концов нужно будет повторять хорошо плюсики полетели их много видно и слышно отлично десяточки все поехали добро пожаловать на бизнес презентации пилси ультима дело в том что следующие там я не знаю сколько 10 15 20 25 минут так как я сейчас первый раз вам ее презентую точно времени пока не знаю смотря как пойдет как говорится я расскажу вам о нашей системе от нашей крипто системе нашей крипто технологии нашей монете которая сейчас просто бьет все рекорды так как информация серьезная действительно есть чем подумать и во многих странах мы работаем и должны соблюдать законодательство короткий дисклеймер об исключении от ответственности и и чтобы не нарушить никакие предписания и тому подобное должно быть все четко перед законом друзья мы видим как развивается наша экономика как развиваются наши деньги мы все перешли от наличных которые вообще нам сейчас практически невозможно прикоснуться в странах европы даже за тысячу евро уже практически невозможно ничего купить все должно идти через карты через банковские переводы мы перешли мы перешли и на карты и на банковские переводы и на мобильные платежи и время показывает и вы это видите я это вижу все больше и больше люди переходят на электронную валюту и на так называемую криптовалюту криптовалюта сейчас показывает невероятный бум и такие представители как биткойн эфир или дэш ну или мы показывают невероятный рост невероятное развитие и об этом я хочу сегодня вам рассказать дело в том что наша криптосистема наша технология она не запустилась вчера до пелси проект был запущен в швейцарии в далеком 2016 году с того времени мы выстроили огромную комьюнити более 800 тысяч человек у нас более пяти лет опыта и сейчас было раньше шесть сейчас четыре офиса по всему миру один к сожалению сейчас закрылся на ремонт в берлине второй в мексике в процессе переезда в другую локацию поэтому чтобы мы понимали было раньше шесть красивых огромных сейчас четыре но я думаю мы сейчас в процессе еще открытия о трех офисов в индии я надеюсь что и в африке у нас сейчас идут переговоры скоро офис нормальный такой появится но и в латинской америки только переедут сразу снова здесь появятся плюсики как видите мы представляем наши продукты уже по всему миру мы работаем более ста странах и я алекс райнхард являюсь создателем идейным вдохновителем всей этой криптосистемы давным-давно мне пришла в голову идея как же сделать так чтобы решить свои финансовые проблемы с помощью криптовалюты кто-то кто читал мою книгу знают что различные вещи мне как человеку да из в принципе самых самых низов пришлось пережить и именно та модель которую я сейчас и активно развиваю помогла мне преодолеть все мои сложности спасла меня мою семью вообще все вокруг что меня окружало и я подумал просто об одном если это может помочь мне значит это может помочь другим и с этой мыслью я начал развивать именно ту систему которая принесла мне результат которая принесла мне спасение и и теперь в теперь вот я вам просто как-нибудь покажу свои чаты где люди пишут спасибо-спасибо-спасибо-спасибо различные различные истории присылают просто просто плачут в мессенджеры и на самом деле это вдохновляет и когда я выхожу на интернациональные сцены самое мое большое выступление было перед 14 тысячами человек в гонконге это конечно что-то невероятное ну а поговорим мы с вами сегодня о нашей криптовалюте илси ультима почему ультима потому что она должна быть ультимативной она должна иметь ультимативный рост ультимативное развитие ультиматива значит максимальная она должна просто максимально нашуметь в этом мире она должна показать такие результаты о которых люди только мечтают которые они даже себе представить не могут и вот в это имя я вложил все что вот мы за эти много-много лет разработали и в конце прошлого года в декабре мы запустили пиуси ультима на биржах по историческому курсу 10 центов но это было настолько быстро все что в принципе они даже не уверен что нам что мы смогли зафиксироваться посмотрим сейчас на кой маркет капе появимся и реальный реальный такой исторический курс получился один доллар но даже с одного доллара мы буквально за несколько недель стабилизировались на десяти тысячах долларов с одного доллара на десяти тысячах долларов и буквально в начале этого месяца значит еще там через два через две недели это где-то уже был январь а что я тут написано январь 22 года мы закрепились на 15 тысяч долларов немножко там побыли-побыли и полетели к февралю на отметку 20 тысяч долларов я не знаю какой у нас сейчас курс и это может ты посмотришь мне там напишешь телефоном рядом лежит я посмотрю но я запустил с я придумал эту криптосистему и эта монета попала на рынок не для того чтобы стоить двадцать тысяч долларов я я по ним я помню как это все происходило люди не понимали как монета с одного доллара могла стоить десять тысяч сначала там было потом было просто просто вот если те кто были с нами это было максимальное разрушение сознания когда люди помену как как монета одна может стоить пять тысяч долларов а мы говорили а им говорили так 10 скоро будет да никогда она не будет десять она снова упадет на тысячу а монета все росла и росла и росла росла и росла на десяти тысячах даже самые сильные нервы дрогнули и производили покупку и были полны сожаления потому что они были уверены что они опоздали потому что все весь этот опыт происходит еще из других монет но когда монета вышла там мы один день даже были на отметке сто тысяч сто тысяч долларов и тут конечно тут произошло помешание помутнение у меня потому что вот вот наш к чему к чему я был готов но не но не к 100 тысячам сейчас он игре подка подсказывает мне 19 200 и но я думаю что сейчас у нас пару пару деньков еще пройдет к шестому у нас там кое-что планируется я думаю там еще будет нормальный взлет и после того как я увидел 100000 я ни о чем другом думать больше не могу моя стратегия разрабатывается так чтобы мы пусть не сегодня пусть не завтра пусть так и горит им эту дату нарисовал неправильно ты взял на мои слайды скорее всего нет это не это неправильно там никакого января нет мы если получится в этом году супер не получится значит следующий у нас программа идет на три года рассчитана я полностью рассчитал что мы сначала зашли на коэнсбит зашли теперь на бибокс зашли на бит глобал и еще договариваемся на хитбтц договорились заходим где-то двадцатому числу мы зайдем на но микс зашли апдейты на коин маркет кап договорились вот-вот уже страницы делают на коинге к та же самая история как только на хитбтц мы зайдем присоединяться 5 от пяти до десяти топ-25 бирж и понятно что это займет какой-то процесс как только эти пять бирж примерно будут залищены мы будем пытаться все 10 то мы будем заходить уже на топ-10 от трех до пяти бирж на топ-10 следующий шаг от двух до трех в топ-5 и финальный аккорд это бинанс и авто икс я планирую это сделать где-то каббут август 3 4 квартал причем все это время вы видите мы стремимся на бинанс но мы листимся на топовых на многих топовых биржах это все даст нам феноменальные рост и развитие поэтому если я говорю что 100000 это реально значит это реально я не говорю что это завтра будет или там в этом году или там следующем так же как все ждут уже 12 лет пока биткоин вырастет до ста тысяч мы уже были один раз на этой отметке биткоин нет ну понятно что мы не можем еще сравниваться но вот для меня это такая максимальная мотивация при этом по всему этому процессу по всему этому промежутку времени за каждую транзакцию происходит сжигание монет которая уменьшает 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 количество монет и заставляет курс расти как это работает я вам сегодня расскажу во первых нужно понимать и да люди спрашивают почему конкретно алекс расскажи почему произошел такой рост но не может монета с одной одного доллара вырастет в 20 тысяч даже мы сейчас 19 200 да мы сегодня там вчера были 20 эти там маленькие колебания это нормально монета не может без колебаний но у нас же есть еще маленький и очень классный секрет дело в том что рост он происходит потому что с помощью нашей технологии с помощью двух бесплатных приложений кошелька и фермы я о них чуть ниже расскажу возможно добыча наших монет прямо на вашем смартфоне вы просто загружаете смартфон ферму вашей монетой нажимаете кнопочку получить профит и ваша ферма способна до семи раз да в семь раз больше добыть монет в этом если вы очень оперативно подсуетитесь то это будет в семь раз от того что вы туда положите и конечно когда люди понимают начинают считать они они в этот же момент принимают решение начинают действовать потому что друзья два месяца вы уже пропустили если вы только сегодня подключились то из 12 месяцев этого года вы уже два пропустили и вы можете представить себе какие это были классные месяцы но вы еще вот буквально сейчас вы прям попали правильное время правильное место потому что буквально шесть дней еще действуют старые условия но я вам об этом расскажу чуть чуть попозже итак первое было самое главное условие это то что нашу монету можно добывать и добывать с колоссальной скоростью поэтому люди себе быстренько просчитывали и действовали забирали монеты с рынка забивали свои фермы добывали ну и конечно глазам своим не верили и до сих пор наверное не верят что можно продавать монету сразу же на бирже в неограниченных объемах прямо по курсу без каких-либо ограничений они просто в шоке второй пункт почему взрыв произошел действительно так неимоверно дело в том что мы выполнили все условия и нормального рынка и крипто рынка которые были необходимы для запуска такой монеты во первых мы запустились на реальной технологии на реальном блокчейне на децентрализованном блокчейне у нас было сразу white paper до белый лист с полным описанием всего 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 мы его даже на 14 языков сейчас перевели что не по не постесняйтесь не поймитесь прочитайте для вас многое станет понятно у нас открытый код да обычно большинство монет имеют закрытый код или не до конца децентрализованные люди думают что вся криптовалюта децентрализована ничего подобного всего лишь единицы криптовалют действительно добились настоящей децентрализации такой как bitcoin мы запустили сразу с кошельками с фермами сразу с нашим с нашими смарт-контрактами конечно же системой сжигания монет все это подстегнуло людей придало им доверие они первый месяц очень аккуратно очень аккуратно тестировали когда они увидели что все работает что все реально но там просто сейчас пошла волна наверное вот так же как этот график следующий пункт почему монета растет потому что все знают что техническое техническое ограничение присутствует в нашем блокчейне на добычу монет максимально 11 миллионов монет можно добыть технически в нашем блокчейн и не монеты больше но наша математика так как мы запустились смотрите уже прошло два месяца у нас на рынке всего лишь 80 там 4 85 тысяч монет при начальных при начальных 20 тысячах и они растянуты еще на целый год это значит если вот сейчас ничего больше не произойдет никто ничего не будет замораживать добывать то за год выйдет всего лишь 85 тысяч монет сами понимаете сколько они будут стоить биткойна 21 миллион да поэтому следующий очень классный пункт это то что у нас объемы добычи и скорость добычи постоянно падают значит объемы добычи падают потому что курс растет а скорость добычи просто потому что каждый следующий месяц отнимается 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 я доделаю немножко этот слайд чтобы вы точно видели график падения там колоссально например сейчас сейчас в прошлом пойти в прошлом месяце вот к этому месяцу произошло падение на 10 процентов было 715 был был фактор 715 и минус 10 процентов через это это минус 10 процентов в следующем месяце будет уже минус 15 процентов это значит будет 705 минус 15 6 и 9 потом уже будет минус 20 это 6 и 7 вот он лесенкой падает 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 до нуля в течение трех лет полностью полностью добыча прекращается и каждый год происходит у половини не значит халвинг да от 7 и 2 начальных потом будет 3 и 6 потом 1 и 8 и 0 вы видите это трехлетняя программа и она именно таким способом и устроен ну и самое сильное оружие в нашем арсенале это конечно система сжигания система сжигания это значит один процент от каждой транзакции от каждой транзакции один процент от каждой транзакции сжигается навсегда и кажется мало кажется ну что такое один процент но люди забывают что если сто человек разных человек Пошлют 100 монет. Это значит 100 монет послали 100 раз. И при этом 1% сожгется, значит будет в транзакциях участвовать 10 тысяч монет туда-сюда, хотя их всего 100. И сожгутся почти все 100 монет. Значит сначала мы идем добычей к нашим 11 миллионам, хотя наша математика показывает нам бы 3 миллиона побить. И потом, когда наша программа заканчивается, люди продолжают пользоваться монетой и оно все идет обратно. Обратно к нулю, повышая стоимость нашей монеты. Потому что люди привыкнут, они привыкнут пользоваться этой монетой. А вот вы спрашиваете, а с чего бы им привыкать? Вот с чего бы им привыкать нашей монетой? Пользованию нашей монеты? Что они такого получают, что они скажут, вау, давайте вот мы от всего откажемся, а будем использовать нашу монету? А я вам отвечу. Дело в том, что помимо того, что всякое интересное можно делать с нашей монетой на рынке, на биржах, трейдить, обмениваться, добывать, у нас есть очень обширная инфраструктура, инфраструктура, которая включает в себя маркетплейсы, онлайн-магазины, краудфандинговую платформу и самое интересное, дебетовую карту PLC, на которой есть фиатные счета, доллар, иен, евро, юань, фунт стерлинг. И, конечно, есть криптовалютные счета, биткоин, USDT, лайткоин, биткоин кэш, эфир и, конечно, наш PLC, это значит, вы добываете на вашем телефоне, на вашем смартфоне монеты и никуда их не отсылаете, вы сразу загружаете вашу карту и начинаете ей махать, как рыцарь-джедай, и понимаете, что ее не опустошить, во всяком случае, в течение следующего года, если курс растет, то ваша покупательская способность просто взрывается, в кошельке появляется вроде то же самое количество монет, только денег по факту становится в разы больше, вы их загружаете на карту и наступает финансовая свобода, поэтому, друзья, это очень важный, сильный инструмент, который уже у тысяч людей в руках, и не только с какой-то одной страны, большинство карт могут выдавать только в Европе, вы не смотрите на то, что на рынке есть какие-то представители, начнете разбираться, поймете, они практически все для европейцев, только вот где в Латинской Америке есть карта, нигде, где в Индии есть карта, нигде, где в Африке есть, нигде нету, где в Казахстане есть криптокарта, нигде, а в Монголии где, нигде, а у нас есть возможность выдавать эту карту, вот вы видите, вон ребята из Германии, из Латинской Америки, ну ребят из Африки трудно не заметить, из Латинской Америки, вон Швейцария стоит, вон Австрия стоит, ну и тому подобное, это просто одна картинка, посмотрите, в сети множество, множество видео, ну а для изысканных инвесторов, изысканных людей, которые любят не просто карточку, да, у нас сегодня произошла феерия, в офисе выданы были первые три золотые, настоящие золотые карты, 18-ти каратное золото, в которых, в которых 5 миллионов лимит и 150 тысяч лимит в день, вы понимаете, что в обычном банке, даже если вы начинаете работать там с 1000 евро, с 1000 долларов, у вас сразу счета могут все заблокировать, здесь 100 тысяч проходит, даже никто вопрос вам не задаст, ну опять же, понятно, что для этого нужно пройти хороший KYC, но посмотрите, карты выдают даже в Колумбии, чтобы понимали, да, размах, единственное, конечно, сейчас еще две страны у нас закрытые, там есть несколько, вот Россия, Украина, к сожалению, пока мы бьемся, но я уверен, что и для России, Украины, мы найдем решение. А как можно получить эти карты? Карты очень дорогие, очень-очень дорогие, эта карта стоит там полторы тысячи евро, эта стоит 250 тысяч евро, представляете, сколько карты стоят? А если вы используете наши продукты, то мы вам просто дарим, они бесплатно идут, есть у вас продукт Basic за 1000 евро, там еще будет комиссионный, там 100 евро, там 1100 получается, 10% на цену накидываете, карта бесплатная, на ней лимит 200 тысяч, у нее 15 тысяч евро в день, пропускная способность, потом там 15 тысяч, 20, 25, 50, 75 и самое высокое, 150 тысяч долларов в день. Понятно, что эти деньги сейчас заработают, но где на рынке, у кого есть такие карты? Ни у кого. Поэтому, а в них уже присутствует PLCU. Добывайте, пополняйте, наслаждайтесь. Итак, давайте, понятно, что сейчас разброс цен большой, от 100 евро до 500 тысяч евро, но опять же, разные бывают клиенты, разные бывают кошельки, разные бывают потребности, кому-то хватает карты за 15 тысяч в день. Сейчас вы скажете, Алекс, ничего себе, 15 тысяч евро в день, лимит. Вот, ну да, это базовая карта. Вы просто поймите, когда вы начнете работать с нашими продуктами, этой карты вам станет мало, вам будет не хватать 15 тысяч евро в день. Вы скажете, Алекс, мне нужна другая карта, я на эту карту купить уже ничего не могу, я хочу провести, я хочу себе что-то такое серьезное купить, а она уже все, лимит не позволяет. Поэтому я уверен, что как только люди начинают заниматься с этим, они одну карту апгрейдят за другой. Ну, давайте начнем с нашего среднего такого пакета, это за 1100 евро, чтобы каждый понимал, это примерно та сфера, где каждый может себе представить, начать и попробовать. Здесь нужен двойной бюджет, значит, первая 1100 евро идет на покупку продукта, а следующая 1000 евро на покупку монет, чтобы этот продукт наполнить, да. Первая 1100 – купить ферму, вторая 1000 – купить монет, чтобы наполнить ферму, и заодно получить карту в подарок. Так, ну что, давайте смотреть. Я… У меня ко мне гости стучатся. Я на самом деле сегодня такой радостный, так что, ну, я потом вам расскажу. Итак. Итак. Смотрим дальше. Если мы используем… Подождите-ка секундочку, я прервусь. Игорь, подходит я. Да. Заложить, соответственно, сколько необходимо загрузить ферму и просчитать наши затраты. То есть на текущем слайде мы видим, что на нашем калькуляторе уже присутствует несколько новых параметров, таких как Your Budget, и мы видим, что в значении Increasing уже отображаются форматы евро плюс PLCU. То есть, если мы с вами возьмем, приобретаем первый, самый популярный Ultima Minter плюс карт за 1100 евро, который идет сразу же с бесплатной карточкой. Из 2100 евро остается ровно 1000 евро на приобретение монет. Почему мы должны приобретать монеты? Потому что, оплачивая ферму, мы получаем только лишь возможность добычи новых монет. Нам необходимо что-то положить в ферму, чтобы эта ферма начала работать. Так, ну что, извиняюсь, меня тут просто месяц не видели дома, поэтому это будет круто. Так, ну что, давайте, я думаю, каждый меня поймет. Хорошо. Так, Игорь, выключай. Окей. Погнали. Значит, вам нужен двойной бюджет. Первый – это 1100 евро, чтобы купить ферму. Второй – 1000 евро, чтобы ее наполнить монетами. Причем монеты, они не сгорают. Они просто замораживаются в этой ферме, и через 12 месяцев вам отдаются обратно. Как это работает? Смотрите, друзья, у вас есть ферма, вы берете, наполняете ее монетками, например, 0.4 PLCU, вы туда положили. Вы нажимаете на «Заморозить», «Get profit», да, «Получить profit». Если вы сразу нажимаете, то вот стрелочка, видите, полетела на цифру 12, на 12 месяц, и каждый месяц вы получаете 1,12 от 2,5, 82. Не знаю, правильно, неправильно посчитали. Да, 7 на 4, 28, да, все правильно. И получается, что если вы, например, на месяц задержали, и на второй месяц только заморозили, даже если ферма у вас уже только 11 месяцев живет, все равно вы замораживаете на 12 месяцев. И даже если вы вообще опоздали, и прямо в притык, в 11 месяц, когда уже ферма вот-вот закончена, как умрет, нажмете и заморозите, то вы, конечно, будете не под 6,7, надо исправить это, а там будет намного меньше, там, наверное, будет уже где-то 3, там, с чем-то. То вы все равно аж до 23 месяца, все равно эти 12 месяцев вы выдержите, даже если ферма уже будет неактивна, все равно вы получите свое вознаграждение. Это просто пример, как это все работает. У вас есть время, единственное, что каждый месяц скорость добычи падает. Но если вы покупаете сейчас, во-первых, вы себе количество монет, которые помещаются в ферму, фиксируете. И оно уже в 12 месяцев не поменяется. Вот почему эти 12 месяцев важны. Единственное, что меняется и падает, это скорость добычи, чем позже вы замораживаете. Я рекомендую купили, заморозили, радуйтесь 12 месяцев. Все. Купили, сразу заморозили. Купили, сразу заморозили. Ну и для всех, кто еще не определился, не знает, начать со 100 евро или со 100 тысяч, или с 500 тысяч, или со 1000. Тот, кто не определился, у него есть прекрасный калькулятор, который мы предоставляем. Он может сам самостоятельно подставлять числа, посмотреть, какие продукты, с какой скоростью, с какой вместимостью, что произойдет, если курс вырастет на 20 тысяч, сколько он там заработает за год в монетах. А что, если курс будет 20 тысяч, а если будет 50 тысяч, а 100 тысяч, или 10 тысяч, вдруг упадет, вдруг поднимется. Много всяких факторов. И здесь можно будет в калькуляторе это все просчитать. Но, друзья, самое главное, что нужно всегда использовать все возможности системы. Мы сейчас вам показали только пассивные возможности. Что это значит? Просто идете, делаете какие-то шаги, регистрируетесь. Потом вы идете, покупаете монеты, потом покупаете ферму, заполняете ферму, замораживаете монеты. Все. Получаете ваш пассивный. Пассивную добычу в течение 12 месяцев. Больше ничего не надо делать. Вы даже кнопочку больше жать не должны. Один раз за 12 месяцев нажали и все. А есть еще активный способ заработка. Это наша рекомендательная программа. И наша рекомендательная программа, она базируется на том представлении, что все большие корпорации от 30 до 50 процентов своего оборота отдают в рекламные бюджеты. Они списывают, понятно, что это все с налогов. Они уменьшают свою прибыль, уменьшают налогообложение. И, конечно, это все нормально и легально. И так оно и нужно делать. Но мы решили пойти другим путем. Потому что, когда большие корпорации сливают эти деньги другим большим корпорациям, это, конечно, все интересно. Но мы не захотели кормить Google, YouTube. Мы хотим отдать эти ресурсы людям. Потому что я уверен, что нет ничего сильнее хорошей рекомендации. Когда мы приходим в ресторан, и к нам подходит официант, он говорит, что вы будете, а вы ему что отвечаете? А что вы посоветуете? Вы хотите знать его мнение? Вам важное мнение? Ну, если вы только конкретно не разбираетесь. И уже десятый раз здесь и не знаете конкретно, зачем вы пришли. Если вы новый в городе или там переехали куда-то, и вы сразу начинаете спрашивать, где лучшая парикмахерская, где то, где там по машину помоем, где дешевле бензин, где можно там, где ближайшая аптека или еще что-то, да, и люди вам сразу начинают это все рекомендовать. И вот на этом построен рекомендательный маркетинг. И мы отдаем людям не 30 или 50 процентов, как корпорации, мы платим 70 процентов за наш маркетинг и говорим, друзья, вот, вот они деньги. Мы все равно их потратим. Мы потратим их на YouTube, мы потратим их на раскрутку Инстаграма, Телеграма, на поисковые машины, на лидогенерацию. Лиды стоят космических денег, да, на кастомер-суппорт. На все мы это все потратим. Это на колл-центр. Колл-центр также 50 процентов забирает от оборотов, от 30 до 50. Зачем мы будем это все делать, если мы можем отдать это людям, которые и просто это оценят, для которых это, возможно, изменит всю жизнь и даст им то, чего у них никогда не было. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нашему огромному сообществу. Используйте нашу технологию. Добывайте монеты с космической скоростью. Сейчас семикратная скорость, понимаете? Семикратная скорость. Это практически скорость света. Поэтому, ну, здесь нельзя вам опаздывать. Здесь нельзя ждать, не доверять или еще что-то. Пробуйте. Не на тысячи, так на 100 евро. Не на тысячи, так на 10 тысячах. Смотрите сами. Вы в любой момент можете, ну, опять же, ваши монеты, которые добываете, продать, подарить, забыть, выбросить, в конце концов, зарядить в карту. Ну, хорошо, Украина с Россией сейчас не могут, но Казахстан может. Многие страны СНГ могут. У многих стран СНГ нет возможности открыть счет в каком-нибудь европейском банке. Сколько это все стоит? Сколько стоит реально открыть счет, не знаю, там, в Англии? Вам вообще откроют? С русским паспортом? Ну, хорошо, или с казахским паспортом, или там, Азербайджан, там, или еще что-то. Или даже Белоруссия, или еще. Понимаете? И здесь много-много преимуществ. Главное, понимать, с чего вы хотите. А мы предлагаем вам начинать действовать. Не ждать следующего чуда света. Вот оно. С одного доллара до 20 тысяч. Но такого, я уверен, вы нигде не видели. И начинать исполнять ваши желания. Каждый месяц, по чуть-чуть, следующий, следующий, следующий шаг приведет вас к успеху и к вашей цели. Ну, а PLC, и вся наша криптосистема, и эта великолепная карта, да, если вы из страны, которая может ее заказать, вам обязательно в этом поможет. Так, ну, а что, у нас еще здесь остался один расчет того, что сейчас происходит. Почему важны 6 дней вот именно сейчас? Дело в том, что у нас произойдет через 6 дней переключение с расчетной единицы вместительности фермы 5000. Сейчас ферма думает, что курс на бирже 5, а он 19, а она думает, что 5, поэтому ферма такая здоровенная, куда аж 0,2 на 4, монет не на 1000 помещается, а на 4000, в 4 раза практически больше. Когда ферма узнает, а она узнает ровно через 6 дней, что курс-то на бирже не 5, а 15 или 20, то она раз и станет меньше 0, там что, разве 0,25 или сколько там, она просто схлопнется. И за те же средства вы сможете просто меньше загрузить в монету. Ферма не станет дороже, она всегда стоит одинаково, у нее евро, я и говорю, а вот ферма, а вот Макс Лоу, тогда вместимость фермы, он уйдет в 4 раза, поэтому сейчас используйте возможность, и тут, конечно, совсем другие цифры появляются. Все, друзья, я вам все рассказал, больше ничего не нужно знать. Все как на ладони, все абсолютно просто. Два приложения на телефон, купили ферму, купили монет, заложили, заморозили, и если хорошо, если хорошее такое количество монет, взяли себе карту, если страна позволяет, и 12 месяцев, все автоматически вам добывает, и вы делаете со своими монетами, что хотите, как хотите, где хотите, и вы увидите, что и ликвидности хватает, и в любых объемах вы можете продать, и по актуальному курсу, и это есть самое главное. Все, друзья, большое спасибо, дайте фидбэк, как вам короткая такая презентация, все ли понятно, все ли легко, все ли ясно, можно с этим работать, а я... Все понятно, Евгений пишет, пушка, класс, отлично, отлично. Так, ну это прям мегамощно, да, друзья, но это только начало, мы только запускаемся, да, ни о чем не беспокойтесь, мы потихоньку-потихоньку движемся к цели, вы видели наш план, план, план такой нормальный, нам нужно дойти до бинанса, а ваша задача, пока мы идем до бинанса, иметь самую большую ферму, самое большое количество монет, забивать их, и пока мы туда идем, вы их все увеличиваете, увеличиваете, понятно, продаете, сколько вам нужно, но мой совет до бинанса, потому что мы, люди говорят, вот у вас тут моментум, у вас взрыв идет, да мы еще не начинаем, у нас развитие пойдет, когда мы зайдем на бинанс, вот тогда у нас пойдет развитие, я планирую где-то 3-4 квартал, понятно, что на бинанс зайти очень сложно, но вы видите, у меня четкий план, все просчитано, договоренности существуют, нам нужно просто вот эти все пазлы, потихонечку закрыть, вот сейчас из 4-3 мы уже закрыли, из этих 3-1 закрыли, и потихоньку, помаленьку мы дойдем до нашего бинанса. Так, теперь, Игорь, ты хотел мне подгрузить еще слайд, все, что мы сделали за этот месяц, я хочу дать короткий, так, короткий, короткий обзор того, что произошло, так, видишь, как же супер, классно, классно, так, Игорь говорит, где чат, не знаю, я все вижу, хотя у меня подвисает чуть-чуть, R2, так, у меня подвисает, R2, 1, 2, 3 Так, да, видим хорошие комментарии в нашем чате, супер продукт, супер презентация, Алекс, это на самом деле очень хорошо, а на текущем слайде, Алекс, вы слышите? На бьюте? Да, вот сейчас, не знаю, выбило меня, что-то подвис, потом выбило. Нет, сейчас все хорошо. Да, все хорошо, смотрите, что произошло у нас вообще с момента старта? Ну, во-первых, мы с вами в декабре запустились, мы это все помним, и самый основной месяц, конечно, стал у нас с вами январь. Почему? Во-первых, самый такой, прямо под Новый год, 1 января, точнее, с 31 на 1, Игорь мне звонит, Алекс, ферма, кошельки, все у нас в App Store. Я такой, вау, круто, 2 недели мы с этим бились, чтобы вы понимали, это очень быстро, это невероятно быстро, получить аппруф от Apple до недели, это вообще практически невозможно. Мы получили. Мы запустили массу инструкций, объяснений и тому подобных, туториалов. Сейчас готовятся еще отдельные видеоролики от меня, где я отвечаю практически на все, практически на все такие важные вопросы. Мы залистились на двух биржах, CoinSbit и Bbox, третья HitBTC идет. Мы разработали страницу калькулятора, предоставили ее людям, чтобы они сами считали, и где им выгоднее, и как им начинать, и вообще могли прогнозировать. Мы запустили внутри дэшбортов наши пакеты с нашими картами. Их долгое время не было, люди говорили, как взять, как взять карту, сейчас вы покупаете пакет, раз, и карта там. Но сейчас очень важно тоже понимать, что мы немножко поменяем процедуру получения карты, мы об этом вам чуть попозже расскажем. Вот пока все кода, все ваучеры на карту стоят в вашем кабинете, вместе с инструкцией, пожалуйста, забирайте, пользуйтесь. Мы проработали наш MaxLoad, потому что в первый раз MaxLoad аж в минус ушел, там такой рост монеты был просто сумасшедший. И мы сделали так, что MaxLoad никогда в минус больше не уходит. Следующая очень крутая штука, что мы, это, конечно, больше для меня важно, для комьюнити так, порадовались немножко, сломали себе мозг, а для меня это было озарение. Я видел PLCU своими собственными глазами на отметке 100 тысяч долларов. Меня вообще очень трудно удивить, как-то впечатлить, но там я просто смотрел на график вот с такими глазами, и я думал только об одном – хочу. Хочу, чтобы PLCU стоил 100 тысяч долларов. Хочу. Я не могу этого теперь забыть. И теперь вся моя стратегия, она выстраивается именно туда, чтобы мы шли, шли, шли наверх. Сейчас, конечно, нам немножко тяжело, потому что весь крипторынок падает, он в стагнации, то чуть-чуть отбивается, но в принципе тенденции всем понятны, да и новости вокруг неутешительные. Но это не важно, потому что даже если там у нас просел курс там на… сколько, с 20 тысяч на 19, 200 до 800, это там сколько, на 3, на 5 процентов. Ну, 5 процентов. Это у нас ферма работает с 7-кратной скоростью. Понимаете, что эти все колебания для криптовиков, да, потому что трейдеры пришли, ушли, пришли, подняли курс, ушли, опустили, а те, у кого есть ферма, да им вообще без разницы. Потому что они знают, у них на 12 месяцев план расписан, у них поступление на 12 месяцев уже все в кошельке, просто в замороженном виде, и каждый месяц они освобождаются, освобождаются, освобождаются. И вам просто нужно будет придумать, что с этими монетами делать. Понимаете? Вот просто я бы дал пару слов, но это просто сейчас пока не подготовлено, вот просто спонтанно людям, которые умудрились взять монету по тысячам, по две, по три, по пять. Понимаете, насколько у них ферма огромная, насколько они сейчас вот с такими глазами на все это смотрят, и понимают, что у них расписано 12 месяцев все. Там уже нет вариантов, что что-то изменится или отменится, или кто-то вмешается, или кто-то что-то им не даст, или еще что-то. Все уже случилось. Это все уже в кошельке, просто в замороженном виде, и оно размораживается каждый месяц. Ну да ладно. Мы сейчас где-то на отметке 84 тысячи, я не знаю, Игорь, посмотри, там сколько там, 85 пускай будет, монет на рынке, умножьте 85 на 20 тысяч долларов. Понимаете, что это капитализация 1,6 миллиардов, которые мы сейчас произвели. Больше тысячи монет были уже сожжены нашей системой сжиганий. И, конечно, много партнеров присоединились к нашей программе, рекомендательной программе, и пишут, конечно, карьерные ранги с неимоверной скоростью. Если посмотреть в наших чатах, там феерии, она просто не заканчивается. Ну это просто рангопад какой-то. Вот. Мы переводим, или уже практически закончили переводить наши ресурсы на 14 языков. Это более 4 миллиардов потенциальных клиентов. Ну и более тысячи людей уже получили эту карту. И более 50 тысяч в процессе получения. 50 тысяч карт, друзья. 50. Ну, я думаю, что больше... Тут, ну, что сказать. Так. Вопрос. Такой подъем цены только этими спекулятивными методами будет. Пересмотрите еще раз нашу презентацию. У нас спекулятивных моментов там очень мало. Потому что идет заморозка, идет сжигание, идет увеличение комьюнити, идет увеличение утилити применения монеты. Выпускаются крутейшие продукты, которых на рынке нет. Нету таких продуктов. Вы не сможете мне назвать ни одного продукта, у которого есть, не знаю, карты с лимитом 150 тысяч долларов в день. Их нет. Или которые могут выдавать карты в Мексике. Или в Колумбии. Или в Нигерии. Или в Казахстане. Таких нет. И я уверен, что с этим продуктом даже Binance этого не может сделать. Binance, вот если вы знаете, они большинство своих карт только на Европу могут выдавать. Понимаете? ИИИ. или там Crypto.com. У них та же самая история, та же самая проблема. У них у всех там плюс-минус европейские лицензии на это. Или там лиц... И алимиты смешные. Там 300 евро в день. Еще что-то. Поэтому, но опять же, я никого сейчас не критикую. Я просто говорю, что у нас уникальный продукт. Поэтому рост нам обеспечивает не спекуляция. Конечно, этот момент очень большой присутствует, как и у всех монет на рынке. И это нормально. И есть люди, которые на этом хотят хорошо заработать. Да, пожалуйста. Да? Мы только за. Потому что здесь просто люди не понимают одну вещь. Крипторынок работает и не видит, как добываются монеты. А люди, которые добывают монеты, им вообще без разницы, крипторынок. И они друг друга пушат, догоняют и сами не понимают, отчет с ценой. Почему она растет? Откуда рост? А с одной стороны, там просто еще одна огромная комьюнити, которая это все пушит, которая просто не видна друг для друга. В этом-то и есть я секрет. Что еще повлияет на рост? Друзья, вы понимаете, что будет с монетой, когда мы выйдем на Binance. А до этого же там еще топовые, я их просто по именам сейчас не могу вам назвать. Ну, потому что у нас договоренности, что я не рекламирую раньше времени. Ну, не рекламирую себя на них раньше времени. Вот с Binance, там такая просто там это номер один или автоикс, все на них хотят. Поэтому тут просто, ну, говори, не говори. Но, опять же, для Binance нужно еще сделать домашнее задание. Некоторые из них мы уже выполнили. Так, Игорь, зачем удалил чат? Да нет, летят сообщения просто. Может, у вас что-то отвалилось там? Так. А, как объясняю падение цены? Ну, во-первых, это не падение цены. Что такое падение цены? У нас до этого было 17-18, сейчас 19. Не падение цены, вы должны всегда смотреть. Плюс начало месяца. В нашей системе выданы вот эти вот, которые бонусы я показывал, на 14 миллионов выдали бонус. И цена практически не дрогнула. Да, поэтому, опять же, размораживается большое количество монет, цена не дрогает. И плюс начало месяца. В начале месяца все расслабляются, немножечко, немножечко выдыхают. Вот. Ну, а при падающем рынке, ну, чуть-чуть происходит. Плюс, вы же не забывайте, трейдеры, что им нужно? Им нужно цену задавить вниз. Вот вы сейчас 19,2 видели, а я сегодня видел там 19,9, 20 видел. в течение дня. Ну, это нормально. Трейдеры пытаются ее задавить, чтобы дешевле купить, чтобы когда она поднимется, они перестанут ее там давить, когда она поднимется, то они ее сольют. Глядишь, там 10-20% сделал в день. Тоже неплохо, тоже бизнес. Нет, вы запомните, когда вы замораживаете, вот это вот еще один слайд, очень важно. Ферма живет год. Вот через 12 месяцев она умрет, все, ее нет. И вам в это время нужно успеть заморозить ваши монеты еще на 12 месяцев. С момента заморозки, да, Игорь, с момента заморозки вам нужно успеть, потому что, видите, сейчас у вас фактор 7,05, а на 11 месяце будет 3,05. Вы понимаете, что там, ну, плюс-минус будет? В два раза меньше. Оно же падает каждый месяц. Поэтому вам нужно в этих 12 месяцев успеть где-нибудь заморозиться, пока ферма не умерла. Если вы за 12 месяцев не заморозились, ферма красным крестиком, все, она просто исчезает, и все, у вас там нули. И вы не можете ничего заморозить. Вы потеряли время. Вам нужно хотя бы в последнюю секунду. Вот, да, вот осталось 11 месяцев и вот 15 секунд. И вот эти 15 секунд вы должны нажать на эту кнопку. И тогда у вас будет 12 месяцев еще. Если вы опоздали, ну, извините. Можно ли получить карту гражданину России? Нет, вам нельзя получить, и вам нужно, если у вас есть русский паспорт, вы можете проживать на другой стороне, например, там, в Европе или там, в Дубае или еще где-то, и тогда вы можете получить карту. с российской пропиской и с российским адресом без вариантов. Алекс, правда ли, что одно из условий Binance это листинг с 10 центов? Я на это надеюсь. Я так хочу залиститься с 10 центов на Binance. Ну, понимаете, это секундное дело. Он сразу улетит там на 10-20 тысяч. Но вот эта вот точечка, где мы, знаете, зацепимся, я очень на это надеюсь. Я очень на это надеюсь. Если это так, Binance станет самой любимой биржей на свете. Так. Вот вы понимаете, вот смотрите, Алексей, карты крутые, огонь, но по 1000 евро в широких массах спроса не будет. Эти карты нужны тем, кто хочет зарабатывать. У этих лим... поймите, у этих лимит 15 тысяч в день. Если вы не хотите добывать, если вы не хотите развиваться, если вы не хотите, чтобы у вас была вот такая ферма, которая приносила вам реально крутые вещи, чтобы вы могли себе что-то позволить, то и карта вам это не нужна. Понятно, если у вас она, если вы зарабатываете 10 евро, 10 евро там за полгода, то карта с лимитом в 15 тысяч вам не нужна. И, конечно, цена 1000 для вас покажется космической. А если у вас есть серьезная ферма, вы сфокусировано потрудились год там или пол, и сделали себе такое маленькое состояние, то вы будете любить эту ферму. Посмотрите ролики. Посмотрите ролики людей, которые действительно на этом фокусируются. это не одна из ваших бесплатных карт, которые банк вам дает, лишь бы вы там что-то делали, еще загонялись в какую-нибудь кредитную линию или еще что-то. Нет, это карта, чтобы вы позволяли себе покупать то, что вы хотите. Сколько стоит карта, которая позволит вам покупать все, что вы хотите? В это вам отвечать. Был курс 25, а сейчас здесь ну да, взлеты бывают, но опять же, поймите, когда 25, комьюнити просыпается, люди зашли по тысяче, по три, по пять, да у них когда 25 видят, у них просто взрыв мозга. Это же идет вращение комьюнити, поэтому все классно. Так, на хитбтс, я уже сказал, 20 числа мы где-то планируемся. Так, вот, так, смотрите, да, нет, здесь такая ситуация, вы на карте не держите PLC, вы просто, у вас, вы говорите, пополнить PLC, продать PLC, можете PLC купить и продать, у кого есть карта, вы видите в дэшборде, эта функция есть, и вы нажимаете там продать, появляется QR-код, вы сканируете, отсылаете PLC-юшки, и вам сразу это все продается, и в дэшборд карты падает, и потом вы уже евро себе на карту загружаете. так, 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 да, вот пишите, Евгений, был курс 5, а сейчас 19600, ну понятно, что многие хотят зафиксироваться, они еще на добывали там кучу, а вы поймите, что все ждали, вот сейчас произойдет обрушение, он вырос, и курс был там 16, а он вырос там до 25, конечно, коррекция произошла, но сейчас это конец месяца, сейчас начало месяца, все думают, как, понимаете, это же психология, люди думают, ну в принципе, у меня еще есть 30 дней, вот, и поэтому такая происходит вещь. Да, вот вчера был курс 20100, нормально, мне кажется, назовите мне одну монету, у которой курс 20000, ну, давайте, мне интересно, в чат открытый, пожалуйста, назовите мне монету, у которой есть курс, 20000, одну, вот, пошли смайлики, мне назовите, реально, 20000, одну монету, ну, ладно, одну, может, найдете, две, вот, а, 10000 монет, у эфира 4000, у бинанса 600 или 800, ага, вот, Алексей интересуется, есть ли через 12 месяцев ферма испарится, нет, и вам возвращаются, да, они возвратные, они не сгорают, и что такое схлопнется, она просто, поймите, там нельзя будет нажать кнопочку, все, вы не можете, вам нужно будет купить новую ферму, да, если, если это ваш вопрос, вам нужно купить новую, так, так, мы не будем отвлекаться на другие вопросы, на другие продукты, у нас их много, этот вебинар сегодня посвящен PLC-ю, новой презентации, я думаю, что она у многих, у многих сейчас уже все ответы на вопросы произвела, мы сейчас, немножко извиняюсь за английский, что мы немножко прыгаем, презентация буквально сегодняшняя, и я сейчас ее буду переводить, и предоставлю вам и вординг, и слайды, и самое главное, полностью проговоренную, наговоренную, короткую презентацию от меня, по этим слайдам на вашем языке, так, ну что, все, давайте мы здесь закончим, у меня следующий вебинар английский, через час немножко еще нужно прийти в себя, и большое всем спасибо, я надеюсь, что и новости мы дали вам, и презентацию, и на вопросы поотвечали, пусть, ну, практически на все, там только некоторые я пропустил, которые сейчас немножко отходят от темы, а так чат практически пустой, вот я буквально докликаю последнее, срок действия карты до 26 года, 26, какой реально посоветуете, я не могу ничего вам советовать, смотрите на калькулятор, сами принимайте решение, моя задача донести ему информацию, вы знаете, что все, скорость падает, объемы падают, чем раньше вы зайдете, тем больше вы добудете, вот и все, вся математика построена на том, чем больше монет вы загружаете, чем раньше вы заходите, тем больше монет вы добываете, теперь зависит от вас, хотите много добывать, заходите на много и раньше, хотите средний добывать, заходите на средний и потом, хотите мало добывать, заходите когда-нибудь, вот и все, так в течение какого активировать карту, мы об этом вам сообщим, те, у кого есть права на карту, сразу желательно активировать, как я понял, основное развитие будет, это будет к концу года, друзья, конечно, когда, 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 когда пил сию разовьется и запустится на бинансе, там просто, мне кажется, ничего фееричнее ожидать, сложно в этом году, чем листинг на бинансе, вы же поймите, что листинг на бинансе, он не происходит просто так, он происходит за счет того, что, давайте последний вопрос вам отвечу, он происходит за счет того, что мы зашли сначала на пятерку, на пять бирж, топ-25, вы понимаете, что такое зайти на пять бирж, с топ-25, потом мы зашли на минимум три биржи, с топ-10, и на минимум две биржи, с топ-5, и потом мы зашли на обе, из топа, абсолютных биржи, как вы думаете, что будет происходить, да одна топ-25 и топ-10, могут просто там, это же азиатские в основном, еще и биржи, поэтому очень будет круто, все, друзья, большое вам спасибо, надеюсь, дайте мне фидбэк, насколько вам понравился вебинар, насколько вы довольны продуктом, вашим заработком, вашей добычей, вообще, насколько всем все довольны или недовольны, такое тоже может быть, вот, и мы здесь это все поделим в чате, ничего не будем, так, очень круто, спасибо, я даже не могу, я просто буду читать, так, все супер, Казахстан, спасибо, Алекс, информационно-мотивационный вебинар, ждем, слайд на русском, очень довольны, спасибо, очень круто, супер, спасибо за возможность, заработки супер, 100% доволен, мы лучшие, Алекс, вы супер, спасибо, обожаю вас, я люблю вашу компанию, спасибо большое, вебинар огонь, так, Игорь, где чат, Игорь, Аркадий, интересуется, где чат, супер, Якутия, всем довольны, даже слишком, но если у вас слишком, значит, ну, подумайте о благотворительности, вокруг вас много судеб, которые примут все ваши излишки, все вопросы по карте, в дэшборте, там есть вся информация, обслуживание за месяц, расходы, комиссии, все, 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 друзья, большое всем спасибо, до следующего вебинара, мы нарежем этот вебинар еще коротенькими вещами, и я думаю, завтра после, с коротенькими секвенциями, и завтра, послезавтра, буквально в следующие дни, мы запишем этот вебинар уже коротко, емко, ясно, так, чтобы можно было за несколько минут его весь посмотреть, все, большое всем спасибо, до следующего вебинара, всем пока, счастливо, и удачи!